Всем доброе утро, меня зовут Александр, вы на канале Аликс и не таксуй. Сегодня у нас 14 февраля, сегодня день влюбленных, и поэтому сегодня я буду работать не в такси, а буду развозить букетики цветов. Не знаю, сколько получится заработать. Это предложение поступило от Барка Рулин. Они сотрудничают с каким-то цветочным магазином, и вот, не знаю, подработку устроили. То есть, грубо говоря, я сейчас в 2 часа еду на базу, на проспект Мира. Там меня грузят с заказами, и я еду развозить по точкам. Сколько получится заработать, узнаете в конце видео. Это получается не простая доставка цветов, а какая-то типа премиум что ли. То есть, нужно быть в башечке, в костюме, на машинах бизнес-классах. И поэтому машины, которые работают в парке по бизнес-тарифу, наложили такую возможность заработать. Кстати, вот смотрите, рассвет какой прикольный. А я пошел за машиной, где-то парканулся. Какие-то машины до сих пор стоят после ледяного дождя. Подхожу уже к машине, сейчас она должна сама открыться, увидеть ключ. Да, все, открывается. Ух, ебута, мать. Как скользко. Надеюсь, что мне повезло, что я не упал. Ну вот. Машина, в принципе, еще чистая. О, холодно. Плохо, что нет автозапуска. Показывает мне ехать на проспект Мира час двадцать шесть. Но это он меня ведет по бесплатной дороге. А, не, по платке ведет час двадцать шесть. То есть, я уже опаздываю. И сейчас, если хаушка стоит так же, как она стоит по утрам, то я влип. Но уже сорок минут прошло, как обычно народ уезжает на работу. Поэтому я надеюсь, что я успею проскочить побыстрее. Но главное не опоздать. Главное не опоздать, потому что, ну, как бы опаздывать нехорошо, во-первых. А, во-вторых, ну, стремненько опоздать на работу. Говорят, с девяти, значит, надо быть девяти. А у меня, чтобы вы понимали, сейчас время 7.38. То есть, грубо говоря, с час двадцать я могу уехать. Но пока машина чуть-чуть должна прогреться. То есть, час десять мне будет по-хорошему успеть. Но показывает час тридцать. Надеюсь, я не опоздаю. Я не люблю опаздывать, но я опаздываю. В 8.57 мне показывают ехать еще 15 минут. Мне уже написали. Я говорю, я чуть-чуть опаздываю. 5-10 минут. Ну, по факту чуть побольше получается. Минут 12. Ну, как бы это некритично. Еду сразу на адрес. Сразу будут загружать. И сразу поеду по точкам. В машине нужно будет сейчас маленький порядок нанести. У меня тут просто куча лекарств с собой. Пытаюсь долечиться параллельно на работе. Потому что, ну, работать нужно, денег нет. За кредиты платить нужно, за аренду машины платить нужно, за... Давай быстрее, ебцую. Направо. За квартиру платить нужно. Короче, за все платить нужно. А болеть нельзя. Получается, что... Вроде бы в такси график свободный. Но, блядь, ты постоянно на работе. Фу, блядь. Заебал это ебатория. Если у вас по-другому, пишите в комментариях. Давно, кстати, не снимал такие видео. Я надеюсь, вам будет интересно. Потому что это маленько не про такси. Но в то же время близкая сфера. Сегодня светит солнце. Это значит, что на улице минус, минус 10. А по-хорошему мне нужно будет снять вот эту буртку. Убрать ее в багажник. И я не думаю, что мне тут будут давать по два букета. На два адреса съездил, вернулся. Я думаю, что тут загрузят сейчас машину полностью вообще. Пишите в комментариях, как думаете, сколько букетов загрузят сразу. Сколько адресов будет. 5, 10, 20. Я надеюсь, что не так много достало будет. На одного меня. Потому что парней в группе порядка 20. Не все написали еще. То есть кто-то будет позже подъезжать. Кто-то в 6 утра подъехал. Я к 9 подъезжаю. Но вот я уже опаздываю на 13 минут. У времени 89. Но я подъезжаю. Если вы ищете автомобиль в аренду, то рекомендую обращаться в таксопарк рулем. В автопарке есть машины эконом, комфорт, комфорт плюс класса. Они почти все новые и без пробега. Также действует акция «Приведи друга». За каждого приведенного друга вы можете получить 2 дня аренды в подарок. Либо скидку 100 рублей за каждый отработанный день вашего друга. Количество друзей не ограничено. Можете хоть всех свои знакомства привезти. Всем будем рады. Все контакты таксопарка внизу в описании и на экране. И не забывайте указывать мой промокод AlexGo, чтобы получить 2 дня аренды в подарок. Мне написали, как называется этот цветочный салон. Но я, честно, даже не помню уже. Но сейчас подъедем, покажу все. В общем, посмотрим сейчас, как и что это будет вообще выглядеть. Потому что я ни разу в доставке цветов не работал. Ну, в обычной доставке я пару раз заказ брал в Яндексе. Но вот чтобы так, я хз. Платят фиксированную стоимость не за заказ, а именно за час. То есть, условно говоря, час отработал, только-то получил. И переведут все деньги не сегодня, а завтра переведут. То есть, сегодня отработаю, завтра деньги получу. С одной стороны, плохо, что не сразу, но это должно получиться больше, чем в такси. Поэтому меня это, в принципе, устраивает. Сколько получится заработать за все это мероприятие, я скажу в конце ролика. Еще вот Хунчи едет, похоже, туда же, куда и я. Показывает, 6 минут ехать еще. Вот кто-то подъезжает, кто-то уезжает. Нормально, работа прет. Интересно, сколько там стоят букеты цветов, если нам платят за доставку, на таких вот машинах они обычных хурьеров заказывают. Должно прям быть хорошо. Где-то здесь должно быть. А где, непонятно, я не вижу. Тут кирпич, туда нельзя. Так, шариков и еще букет. Букет лучше вперед поставить, там он вот такой. Александр, тебе заказы раздали? Ага, три заказа, получается. Все на сегодня? Не знаю, наверное, может быть еще что-то будет. Короче, непонятно. Все, меня загрузили, это всего лишь три заказа. Дали тряпочку протирать, цветы, ну, корни цветов, да, перчатки вот такие белые для вручения и маску обычную. Вот, ну, типа, тут на листочках написано, что куда ехать. Коскальки примерно плюс-минус. Развернусь и поеду. У меня три адреса, три букета плюс шары в одном. В общем, пока все даже неплохо. Первое вручение с 10 до 11.30, второе с 10 до 6 и третье с 1.00 до 4.00. То есть, ну, как бы, все неплохо. А сейчас будем, так сказать, работать в доставке цветов. Круто? Круто. Я боюсь представить, сколько стоят такие вот цветы, такие букеты. Должно быть все очень даже недешево. Сейчас построю первый маршрут. Сколько мне ехать до первого? То есть, у меня в теории еще час до того, со скольки можно доставлять. То есть, сейчас 9.20, но у меня с 10, грубо говоря, до 11.30, то есть, полтора часа зазор на вручение. Но еще 40 минут у меня есть до 10. То есть, короче, вот так вот. Так, по камерам все нормально. Чтобы потом еще на заправку заехать. Сейчас построю первую точку и скажу, сколько ехать. Построю первый маршрут. До первой точки мне ехать 33 минуты. Это переводок тружеников первый. Если честно, ни разу там не был. Ну, сейчас посмотрим. И главное не перепутать, не перепутать, куда какой заказ. Это самое главное. Это иначе будет вообще эпик фейл. Ну, вот. Тогда я еще должен останусь. Да, я еще должен останусь. Подъезжаю я на первую точку. Мне очень интересно, пустят ли меня на территорию. А тут, а тут, дом получается. Везде платные парковки. И как бы не хотелось бы еще за парковки деньги платить. Но лучше за парковку деньги заплатить. В случае чего. Чем 5 тысяч штрафов. За неуплату этой самой парковки. Но, может быть, сейчас пустят на территорию. Не знаю, тут шоу баллов. Надеюсь, пустят. Если ищешь, в каком парк подключиться, то рекомендую свой парк. Парк называется Royal Park. Первую неделю работает в парке комиссия парка за заказ 0%. Дальше 2% с заказом. Ну вот, моментально на любую банковскую карту через приложение Яндекс.Про. Дополнительно ничего скачивать не нужно. В парке проходят розыгрыши. Первый розыгрыш был в честь Нового года. Много призов. Сейчас все призы видишь на экране. Следующий розыгрыш будет 23 февраля, 8 марта. Ну и так далее. Подключением и всем-всем-всем занимаюсь лично я сам. Поэтому все мои контакты будут в описании. Пиши, звони, подключайся. Подключение занимает буквально 5 минут. Ну, если я не на заказе. А если я на заказе, то чуть-чуть придется подождать. Яндекс.Заправки без комиссии. Также есть бонус за тайника и через день рождения. Пиши мне в WhatsApp или в Telegram. Контакты на экране. Подключайся, вступай в команду. Ну что, надо экипироваться. Перчатки мне дали. Маску тоже. Главное, чтобы они налезли. Потому что у меня рука большая. Нет, вообще нормально. Ну, я сейчас, конечно, сниму. Подъезды надену. Но нормально. И маска. Вот так это все будет выглядеть. Нормально. Так, маска, перчатки. Что мне еще нужно? Так, заказ 244.39. 243. Ну, вот так. Все, я вручать пошел. Не на тот этаж приехал, на третий. Я на второй приехал. Что-то волнительно первый раз. Все это дело. Ну, не что. Ну, все будет нормально. Все, первую посылку я вручил. Короче, я уже испугался. Думал, я не туда приехал. Потому что, ну, то есть цветы забрала. Ну, бабушка. Я думаю, не уважали бабушку. А все оказалось намного проще. Это домработница. Ну, ладно. Я уже испугался. Так, первый адрес есть. Сейчас отпишусь. И остаются еще две точки. Время 11.38. Я подъезжаю на второй заказ. Так, подъезд тоже первый. Осталось минуты. Я тут по дворам уже кражусь. Крадусь. 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 И тоже букетик цветов. По-моему, другой. Не такой, как первый. А вот самый, самое тяжелое. Это будет третья посылка. Там большой букет цветов. Прям вот огромный. И шары. 15 шаров. Вот. Так, надо найти первый подъезд. Но я так думаю, что, скорее всего, там будет первый подъезд. Поэтому пока еду так. Так, вот этот вот заказ получается. 24,399. Так, его светит. Здравствуйте. Вот доставка цветов в 48-ую квартиру. Какую? 48-ую. А дома не знаете? Там бабушка очень плохая, да. Хорошо. Так, давайте вот точню адрес у вас. Это получается Яблочкова 23, корпус 3. Корпус 3, следующий. А, вот. Это послезал. Все, понял. Она сейчас там может из-за высшей собракой. Она сейчас едет нямой. А, здравствуйте, доставка. Доставка. Ну, и бери домой. Надо достать из коробки и так подарить. Ну, хватит, да что, Вася. А если их дома нет, подождите, не распаковывайте. Нет, если их дома нет, я тогда просто-напросто обратно в коробку поставлю. А вы ему не позвонили, телефон вам удаляли? Да. Ну, поднимитесь, поднимитесь, ради бога. Сейчас я. Ну, я не поняла. Это такой букет? Да. Красиво такое дело. Да, не говорите. Можно я пока это у вас здесь оставлю? Оставлю. Чуть-чуть разминулись, короче. Я поднимался, а она спускалась. Вот сейчас спущусь. Там номер телефона ее есть, я позвоню. Вот, может быть, сейчас вернется. Может быть, придется подождать чуть-чуть. Ну, главное успеть туда, сейчас. Вручил цветы. Короче, тут уже соседи все на уши встали, все давай звонить, искать. А я понимаю, что, ну, блин, у меня номер-то есть, я позвоню, все что-чуть. Ну, спустился, начинаю на первый этаж, там, у консерва, думаю, сейчас позвоню. В итоге он заходит. Я вручил, и все, по ног занести, поехал дальше. По третью точку. Так, все, сейчас я отпишусь, что доставил. Крытку не забыл. Прикольно, прикольные цветочки, на самом деле. Открываем. И у меня остался один заказ. Здесь уже цветы. Вот такой вот большой букет цветов. И вот шары. Ехать мне в сторону Балашихи. Балашихи, как правильно, по херу. Сейчас скажу, сколько ехать, и буду выдвигаться. Ехать мне тут до 37 минут. Вот сейчас 12, где-то к часу я буду, и как раз сейчас копейками вручу. Не знаю, у нас будет после этого ехать что-то с цветами или нет. Но заказа в целом неплохо. Заехал тут по пути на заправку. Потому что бензина уже практически нет. Здравствуйте, это какая? Эти через 95-й будет. Ага, третья 95-й. И все, сейчас начну заправляться. Приехал на третью точку. И вот у меня сейчас вот эти вот цветы и вот эти вот шары. На все в одном заказе. Я не понимаю, как я сейчас это все понесу. Потому что, ну, это прям... Это прям тяжело. Во-первых, когда мне это все грузили в машину, один парень нес цветы вот так вот кое-как. Ну, может быть, не один. Да, он один нес, я потом просто их сюда грузил. И шары кто-то отдельно нес. То есть, я сейчас один это все понесу. Ну, попробуем. Почему нет? Главное, чтобы шары не улетели. И цветы не уронить. А остальное, как бы, как получится. Вот, в общем-то, я буду сейчас собираться. И пойду относить. Постараюсь это сейчас все в машине как-то вот. Ну, из машины как-то достать. И еще же надо как-то это все занести. И там еще распаковать. В общем, надеюсь, я справлюсь. Отдал время. Сколько времени-то? Часы сели. Так, где мой телефон? 13.19. Отдал букетик. Ну, цветов, конечно, вообще. Все, вручил. Вручил цветы. Сейчас отпишусь, что все готово. Все. Сейчас узнаю, надо ли возвращаться на базу. Может быть, еще будут заказы. А может быть, все. Поэтому, если сейчас тишина, ну, скажут, все, на сегодня хорош. То я еду мою машину и выхожу работать на линию. Может быть, сегодня что-нибудь заработаю еще в такси. Нашел здесь сейчас мойку. Самообслуживание. Но. Они могут и сами помыть. Но здесь темно. Ну, как темно? Тепло. Я хочу вот это. Может быть, сам протирать. На чистой машине уже куда приятнее ездить. А тем более уж и работать. Любимые пассажиры будут довольны. А это самое главное. Чтобы наши любимые пассажиры были довольны. И оставляли нам лучшие отзывы. Чаевые. Ну, естественно, оплачивали поездки. Вот так, кстати, надо выйти на линию. А то я сижу, разговариваю. А на линии так и не выше. Время 14. 20-18. Я нахожусь возле Реутова. Кстати, кафе неплохо горят. Может быть, сейчас что-нибудь купать. 25 баллов активность, потому что я заправился сейчас. Сейчас еще немного поработаю в такси. Отобью аренду и можно ехать домой. Мне кажется, план бомба. А у вас как проходит смена? Еду на первый заказ по бизнесу. Вода стоит. Подлокотник опущен. Я в рубашке, ну, одет как надо. И подъезжаю на заказ. Подача была 12 минут. Нашу состояние энтузиасов. Там расстояние маленькое. Но за счет того, что все стоит, вот не вот сюда. За счет того, что все стояло, пробки, там вот две аварии. Ехали долго. В итоге я только подъезжаю, а у меня уже идет опоздание. Ну, ладно, ничего страшного. Заказ забираю с МТС Lifehole. Вот он. Я только тут посмотрел, что это МТС. Ну, не знаю, откроет Шахбаум или нет. Я нажимаю на месте, потому что уже практически подъехал на месте. Здравствуйте. Стою возле Шахбаума. И поездка будет... Маломосковская улица. 32 минуты, 13 километров. Посмотрим, сколько будет стоить. Веска с 30 минут превратилась в 48. И цена 1510. Так, разворачиваемся и уезжаем отсюда, пока никакие заказы не упали. Я пока отстегивался сейчас на лукойле. Думаю, пойду кофе куплю. Пока заказы не падают, отстегиваюсь, нажимаю на кругляшок, ну, типа, чтобы появилось, уйти с линии. И мне падает заказ, и я нажимаю принять. Ладно, и попью кофе, значит, сейчас. Поехал дальше работать. Возить любимых пассажиров. Прохотился 5 минут до метров в ДНХ. Так, следующий заказ отменен. Падал с кафом 1,57. Нормально. Еще нужно 2 заказа, чтобы я видел конечную точку. 19 минут подачи. Вы что, блядь, издеваетесь? Это вот что такое? Без потери активности, конечно. Блядь, мне что заняться больше нечем. 20 минут ехать на подачу. Еще не видел, куда поеду. А, ну, на Краснопрестинскую набережную поездку было бы. Ну, ладно. А, вот этот, который был с кафом 1,57, он был вообще в магазин уехал, из дома в магазин или в торговый центр. Короче, Яндекс начинает говорить, что я в каких-то обращениях его обманывал. Вот он вот так. На все мои обращения, которые я писал в поддержку, есть либо сконшоты, доказывающие, что поездка была действительно дольше, либо подтверждение, ну, то есть, либо есть люди, которые могут доказать, что у меня действительно там машине пиво разлили, либо там еще что-то. То есть, я ни разу Яндекс вот так вот не пытался налюбить. Ну, потому что, ну, зачем? Сегодня пробки какие-то прям вообще жесткие, либо мне так везет. Проспект Мира стоял очень долго, стафор, и вот уже 6 минут опоздания, но я подъезжаю. Пассажир позвонил сейчас, говорит, я вас жду. Ну вот, куда поедем, не знаю. Даже с каким-то коэффициентом заказ. 55 минут за место 40, и в этот раз Яндекс мне опять промик не даст. Но тут, как бы, конечко поменял пассажир, поэтому вот как-то. Короче, меня уже начинает рубить, потому что проснулся я в 6, в 5.45. В 5.45 я, короче, пытался проснуться. Вот, короче, лютые пробки какие-то. В общем, я поставлю кнопку домой. Упадет что-нибудь? Кайф. Не упадет ты, а епоха пустым прокачусь. Ну и хуй с ним. Я уже, в принципе, и так сегодня заработал. В минусе, по крайней мере, я точно сегодня не остался. Сейчас отвезу заказ, если он упадет. Если ничего не упадет, то приеду домой и расскажу вам про доставку, расскажу про то, как вообще отработал сегодня, и, может быть, еще что-нибудь расскажу. Я приехал домой. В итоге ни один заказ по пути мне не попался. Я ехал почти 2 часа, потому что пробки. Итого получилось, что по Яндексу я сделал 2700 и за 4 часа доставки я сделал 8000. То есть платили 2000 в час. 2000 в час на бизнесе и 1500 в час на комфорт плюс. Вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал, ставьте вам лайки, пишите, как вам этот доз. Пока.